Всем привет, с вами Эшкинг. Во вселенной древних свитков помимо основных десяти играбельных рас существует множество других, менее известных. Среди них есть народы эльфов, людей и зверолюдей, а некоторые из них к моменту событий игр серии и вовсе исчезли по тем или иным причинам, либо полностью, либо оставшись в единичных экземплярах. В этом ролике я расскажу об исчезнувших эльфийских народах Нирна. Хм, не помню, чтобы раньше здесь был портал. Интересно, он лором как-то обоснован или нет? Мир Лос-Тарк нуждается в тебе. Поспеши. Я понял, это не портал в Обливион. Это... Ну, по большому счету, в исчезнувшие расы можно отнести Альдмеров, прото-расу, от которой произошло все разнообразие народов эльфов. Точно неизвестно, как выглядели ее представители, однако наиболее близкими к ним принято считать современных Альдмеров. Ибо после переселения с легендарного континента Альдмерис, они тысячелетиями заботились о чистоте своей крови и родословной, достаточно редко позволяют себе кровосмешение с представителями других народов, а потому считают себя прямыми потомками Альдмеров. Ну, еще они считают свой народ прямыми потомками Аэдра, но да это уже такое. В то же время, у извечных противников Альдмеров, Маармеров, морских эльфов с острова Пиандонея, есть контр-версия, по крайней мере у некоторых из них. В книге «Избранный народ Альдмериса» утверждается, что Маармеры не преступники, изгнанные из Саммерсета, а прямые наследники чистой Альдмерской крови, и что бессмертный король Оргнум увел их народ в Пиандонею сам, дабы не мораться об грязнокровных Альдмеров. Правда это или нет, на данный момент сказать сложно, хотя конкретно этот текст очевидно имеет пропагандистскую риторику. К слову, третий путеводитель по империи также утверждает, что Маармеры не выходцы из Саммерсета, но все так же являются сосланными за мятеж в Пиандонею из самого Альдмериса. Кстати говоря, морские эльфы имеют не золотистую, а белую кожу, а также продолжают существовать и по сей день. Возможно, что Альдмеры еще во времена Альдмериса не имели стандартизированной генетики и существовали как минимум в двух видах, с золотистой кожей, как Альдмеры и Кимеры, и с белой, как Маармеры и Фалмеры. Кстати о Фалмерах. Это один из эльфийских народов, которые исчезли. Снежные эльфы, как звучит их название на Тамриэльском, населяли Скайрим в Меретической и начале первой эры. Когда из Отморы в Скайрим приплыли норды, отношения между ними и фалмерами как-то не заладились. Отправной точкой конфликта считается знаменитая резня эльфами нордского города Саартал, которая получила название Ночь слез. Согласно пятой части, причиной нападения могло послужить Око Магнуса, которое норды откопали в глубинах Саартала. И узнав о котором, фалмеры решили прибрать его к своим рукам, либо чтобы воспользоваться его мощью, либо чтобы норды случайно не натворили бед с его помощью. После этих событий норды планомерно стали уничтожать снежных эльфов и всю их культуру, так что примеров архитектуры осталось очень мало. В основном это храм Ауриэля в забытой долине. Снежные эльфы имели уникальную сеть порталов парагонов, что может говорить о том, что в магии они были не менее сведущи, чем другие их собратья. Их пантеон включал в себя, из тех что мы знаем, таких богов как Ауриэль, Тринемаг, Финастр, Джефро и Сиробейн. То есть религия была практически такой же, как у Альтмеров. Даже Ауриэля эти два народа изображали в целом одинаково. Возможно в какой-то момент именно фалмеры правили отморой, до того как были вытеснены оттуда нордами, поскольку в некоторых источниках отмора наряду с Альтмерисом называется Древним Эльфийским Царством. Подробный ролик с теорией об этом есть у меня на канале, если кому интересно. К четвертой эре живых снежных эльфов оставалось всего двое, рыцарь паладин Гелебор и его брат вампир Виртур. Возможно остался еще кто-то, но даже эти двое ничего о них не знают. В остальном этот народ постигла страшная участь. Те, кому удалось спастись от топоров нордов, запросили приюта у других эльфийских сородичей, живших на территории Скайрима, двемеров. Те согласились на это, но запросили ужасную цену – рабство снежных эльфов и ослепление всего народа на генетическом уровне. В итоге снежные эльфы деградировали до слепых сгорбленных дикарей, которые обитают в темных двемерских залах и пещерах, разводят корусов и ненавидят всех представителей наземного мира. Ну и поскольку я уже упомянул двемеров, перейдем к ним. Ведь кто как не они, вспоминаются в первую очередь, как заходит речь об исчезнувших народах. Не буду сильно углубляться, отдельных роликов про них на моем канале полно, поэтому вспомним самую суть. Двемеры, что переводится как глубинные или умные эльфы, по-видимому, также были отколовшиеся от альдемеров веткой, но какой-то совсем обособленной, так как связи с другими эльфийскими народами на этапе своего становления в истории у них не замечено. Первым местом их обитания в Тамриэле были территории современного Моровинда, а затем они также заняли территории Скайрима, Хаммерфелла и Восточного Хайрока. Двемеры были самыми искусными инженерами, изобретателями и учеными, опередившие прогресс на тысячелетия вперед. Превзойти их смог разве что Сота Сил со своими технологиями в заводном городе, но он строил его на основе двемерских знаний, а еще он бог, что немножко читерно. Двемеры же не поклонялись никаким богам, по крайней мере, как пока известно. Напротив, смеялись и презирали тех, кто преклоняется перед Аэдра или Доэдра. У них были огромные бурильные машины, с помощью которых они прорывали свои подземные города, инструменты для чтения древних свитков, машины для управления погодой, роботизированные автоматоны, до 10 минут, наверное, не хватит, чтобы все перечислить. И все это на основе синтеза технологии и магии. Наиболее известно их изобретение под названием Нумидиум. Это был огромный голем, которого двемеры построили в попытках создать своего бога. Элементом питания ему должно было стать сердце мертвого бога Лорхана, которое эльфы откопали в глубинах Красной горы. Нумидиум, по сути, стал одной из метафизических башен Нирна, известной как Медная башня или Ходячая латунь, оказавшись вплетенным в мироздание Мундуса. Все двемеры, находящиеся в Нирне, исчезли во время битвы у Красной горы, когда тональный архитектор Кагаринак использовал свои магические инструменты на сердце Лорхана. Из известных нам двемеров остался лишь Ягрум Багарн, который не исчез благодаря тому, что находился в тот момент в других измерениях. Поскольку затем в истории каждый раз, когда кто-то пересобирал и активировал Нумидиума, происходил прорыв дракона, можно предположить, что использование Кагаринаком инструментов на сердце Лорхана и было, помимо прочего, первой активацией Нумидиума и последовавшим прорывом дракона, создавшим кучу реальностей с разными исходами битвы и затем наслоившимися друг на друга, отчего куча источников, описывающих битвы у Красной горы, противоречат друг другу. Следующая исчезнувшая раса, которую мы обсудим, Айлейды. В своих амбициях и влиянии на историю они сравнимы с двемерами, правда, в отличие от них, больше полагались на магию, а не технологии. Их часто называют Дикими Эльфами, но это прозвище появилось у них после падения цивилизации, когда Айлейды прятались по лесам и не является переводом слова Айлейд. Я давным-давно делал мини-исследование, что может означать это слово, и пришел к выводу, что оно переводится как Потаённый или Скрытый, если делать выводы по имеющимся данным. Можете сделать стоп-кадр и прочесть. Многое из достижений Айлейдов связано с собиранием и преобразованием звездного света. Они владели так называемой магией Эрора Света, которая, если верить Талмору, способна убрать луны с неба. Также именно они построили башню Белого Золота, повторив форму Адамантиновой башни и возведя кольцо стен вокруг нее. Белозолотая считается самой мощной из метафизических башен Нирна. Вопреки распространенному мнению, не все Айлейды были Даэдропоклонниками. Многие исповедовали культ предков, как и их собратья с Саммерсета, откуда сами Айлейды и приплыли когда-то, то есть поклонялись Ауриэлю, Зарксу и так далее. Но в какой-то момент некоторые кланы перешли на Даэдропоклонничество, и между сторонами возник конфликт, переросший в войну, в которой победили Даэдропоклонники. Поэтому большинство Аэдропоклонников вынуждены были переселиться в Чернотопия и стали известны как Барсибические Айлейды. Некоторые кланы таких Айлейдов даже помогали Олесии в восстании. Кстати, да, как раз о нем. Айлейды Даэдропоклонники Сиродила славились своей жестокостью, обращали в рабов людское население Тамриэля и подвергали тех изощренным пыткам. Конец этому положила одна из рабынь, Олесия, устроившая удачное восстание и сбросившая власть жестоких эльфов. Контроль над Сиродилом перешел к людям, а Айлейды бежали в Валенвуд и Хайрок. Со временем они ассимилировались с местным населением и перестали существовать как отдельный народ. Те, кто сражались на стороне Олесии, вскоре также подверглись гонениям со стороны Олесианского ордена. Однако, как минимум, до начала второй эры Айлейды все еще могли встречаться как в лесах, так и в цивилизованном обществе. Например, знаменитый ученый Тюрхейн Фир был Айлейдом. Вообще, этому народу следует посвятить отдельный подробный ролик, что я когда-нибудь сделаю. Еще одна малоизвестная исчезнувшая раса – леворукие эльфы. В оригинале они имеют два наименования – Left-Handed Elves и Sinistral Elves, что на русский в обоих случаях переводится как «леворукие эльфы». Они населяли ныне потопленный континент Йокуду, прародину ридгардов, которую делили вместе с ними. Очень мало что известно о них самих, их культуре и так далее. На Йокуде они отстроили Орехалковую башню – одну из восьми метафизических башен Нирна, которая либо была уничтожена ридгардами, либо потоплена вместе с континентом. Но известно, что ныне на поверхности Нирна ее нет. Леворуких эльфов постигла примерно та же судьба, что и снежных эльфов. Они были истреблены людским населением континента – древними ридгардами или йокуданцами, как принято их называть. Один из главных походов возглавил легендарный герой Диагна, ставший впоследствии божеством, который принес оружие из Орехалка, который, как считается, и стал залогом победы над эльфами. Известно, что ненависть первых ридгардов в Тамриэле к эльфам Йокуды была столь сильна, что они уничтожали любое эльфийское поселение уже здесь, на территориях современного Хаммерфелла. В том числе, кстати, и Айлейдов, некоторые кланы которых селились даже здесь. Остались ли в наши дни выжившие леворукие эльфы или их потомки – неизвестно. Однако есть теория, согласно которой леворукие и маармеры – морские эльфы – могут иметь какую-то связь между собой. Она заключается в том, что культура маармеров построена на почитании змей. Они подчиняют магии гигантских змей Пиандонеи, используют их изображения на свои атрибутики и все в таком духе. А ридгарды, как известно, также одержимы змеями, которыми являются главные боги в их религии. Плюс Оргнума, бессмертного повелителя морских эльфов, некоторые называют змеиным богом Сатакалом, а это бог чисто ридгардской мифологии – местный пожиратель мира. Учитывая, что леворукие и ридгарды жили вместе на Йокуде, вполне логично было бы предположить, что они заимствовали религию друг у друга. Однако это лишь теория, а так мы даже не знаем в данный момент, как примерно выглядели леворукие эльфы. Возможно, они были темнокожие, как ридгарды, возможно, бледные, как маармеры, а возможно, золотокожие. Ну и последний исчезнувший народ, который мы рассмотрим, это кимеры, или каймеры, как слово звучит в оригинале, но я пока буду использовать первый вариант. Кимеры перестали существовать в 668 году первой эры, после битвы у Красной Горы, когда, как считается, за предательство Нервара, Альмалексией, Сотосилом и Вивиком были прокляты Азурой и превращены в известных нам сегодня данмеров в рамках всего народа. Изначально кимерами была уже озвученная троица Трибунала, а также, например, Дивайт Фир. До превращения в данмеров, кимеры были, по сути, альтмерами тех времен, которых пророк Велот увел с Саммерсета в землю обетованную, Моровинд, где они стали почитать принцев Даэдра вместо культа предков. Хотя, возможно, время, которое они прожили на этих землях с конца Меретической эры и до превращения в данмеров, слегка изменило их внешний вид в силу естественных мутаций. Еще есть версия, что характерная золотая кожа досталась кимерам от почитаемого имя принца Даэдра Баэтии, который вдохновил их на исход из Саммерсета. Также, возможно, что Акантемирские Велоти, вымершее эльфийское население Чернотопия, были некой отколовшейся веткой кимеров, поскольку Велот – лидер первых кимеров, а также его имя когда-то носил весь Моровинд. Возможно, их даже не коснулось проклятия Азуры, раз их не называли просто данмерами. Но в любом случае мы можем строить только такие скупые догадки, ведь Акантемирских Велоти известно только то, что они были эльфами, жили в Чернотопии до середины второй эры и были полностью уничтожены Кнохотенским гриппом. Надеюсь, ролик вам понравился и вы узнали для себя что-то новое. Если это так, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, а если подписаны, нажмите на колокольчик, как говорится, так как в ближайшее время будет выходить много лорных роликов. Всем спасибо за просмотр, с вами был Эшкинг, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok